Учитель И вновь назад, и вновь ему с утра Встречай, учи и снова расставайся Когда уйдем со школьного двора Для нас всегда открыта в школе дверь Прощаться с ней не надо торопиться Ну как забыть звончей звонка копей И девочку, который нес портфель Пускай потом ничто не повторится Для нас всегда открыта в школе дверь Пройди по тихим школьным этажам Здесь прожито и понято немало Такая удача бывает раз в ту лет В Заворске расформировали ПТУ Такое счастье, что мы вовремя успели Так, я думаю, что передвижников мы оставим внизу Антиков вот сюда вдоль стен А третью, думаю, отдадим возрождению Как вы считаете? Четвертый, вырождение Нет, нет, четвертый полков А модерн мы... А уже это же и не остается Модерн от греха подальше Да черда Прекратите шутить карту Прохожу, понимаете, мимо раздевалки Слышу возня Я внутро Бьются Понимаете ли Я одного сюда, другого туда Так ведь не растащишь Грушко, в чем дело? Так Комаровский, что случилось? Подобралась парочка И дуэль устроили И это не просто так сказать Я тебе, ты мне Это я попрошу вас Понимаете ли? Это, так сказать, трибунальное, так сказать, дело Ну-с Будете говорить? Это наше личное дело Личное дело? С каких это пор драка в школе личное дело? Это не драка А что же это, позвольте узнать? Это Это возмездие Эй, ребята Это вам, где-то, где-то, где-то вы Слушай, а в Новосибирске вы на каких играли? Нам школа электрические купила А начинали тоже на простых Здрасте Здрасте, Валерия Георгиевна Ой, Олег, привет Пойдите Ну как дела? Да все нормально Всех уломали Только Петрович вот Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Как я не предупреждала? В пятницу перед звонком я во всеуслышание объявила, что сегодня будет контрольная Тихо, тихо, я все прекрасно помню Отмечал Корбут Я даже помню, что Графики обратной ситуации Было это, Корбут? Было Ну вот, потом я сказала, что сегодня будет контрольная Другими словами, я потеряла память? Зорин Кротов А контрольная была известна? Персонально мне нет А почему такое отделение себя от коллектива? А я по натуре не коллективист В данном случае вы действуете заодно со всеми Бардиели? Да Я объявляла контрольная По-моему, нет, Марья Васильевна По-моему, да, Бардиели Не сутпади Тихо, тихо Развеселились Грушко Да, вы у нас суббота, это было в пятницу, сидите Сулеват Словами, словами, тут не глухие Ну не объявляли, Марья Васильевна Да нет, ну не можно же быть такой аберрацией памяти Я же прекрасно помню, отвечал Корбут А я Отошла к окну И вот тут вот Я сказала Не говори, Марья Васильевна Не говори, Марья Васильевна Мы не говорили, Марья Васильевна Чего это случилось? Олег, скажите Увы, Марья Васильевна Что так? Но в таком случае В таком случае Примите мои извинения Начнем новую тему Критические точки функции Ее максимумы и минимумы Петрова Я объявляла контрольный? Я слушаю Марья Васильевна, а у нее как в телеке Звук выключили, одно изображение Что значит вас не спрашивать об этом? Я требую ответа Объявляла или нет? Вот А я думала, что действительно сошла с ума Вы жестоко обошлись со мной Это шутка Ну что, шутка Ну это розыгрыш, Марья Васильевна Нет, это ложь Да ради чего? Ж действительно хотели свести меня с ума? Говоря на белые и черные? Неужели ж такая жалкая, такая ничтожная цель Отложить контрольную? Стоит таких постыдных средств? А все-таки контрольная состоялась Только задачи в ней были не тригонометрические, а нравственные А решили вы их неверно Этот тип задач не имеет однозначных решений Только однозначные, Олег Мне жаль, что именно вы этого не понимаете Ведь люди, которым не свойственна ложь Для которых чувство правды Это нормальное, естественное чувство В тот самый миг, когда вы объединились для лжи Стали вам чуть ли не врагами Вы вдумайтесь в противоестественность всего этого Они должны оправдываться перед вами И ложью, подумайте, ложью заслужить ваше прощение Это вы называете шуткой? Ну, Марья Васильевна Ну, простите нас, пожалуйста Но мы не думали, что это для вас так серьезно Это гораздо более серьезно для вас, чем для меня Вы любите на каждом углу кричать, что вы уже взрослые? А чуть немного нашкодили, так ужах простите Больше не будем? Нет, мои милые, вы действительно взрослые И учитесь платить за свои поступки Можете считать меня вздорной, жестокой, несправедливой Но все, кто был вызван сегодня, получат единицы Как неответивший урок Так что, виноваты все А мы будем казнены, как заложники? Заложники безвинны А у вас рыльца в пушку Сахар взяла? Да взяла, взяла Ну вот, этот синус альфа-квадрат сокращается с этим синус альфа-квадрат А здесь тангенс мы раскладываем и синус сокращается с синусом Остается косинус в результате секенс Ну что, компрендер, что? Компрендер Ой, да чего ненавижу Кого, Марью? Да что Мария? Через гутадью, мадам Мария, о, где вы? Да, да, да Все-таки человеческие отношения ничего не стоят Правда, Олег? Уж как к тебе Мария относилась? И Олимпиада, и ля-ля-ля Это же по фамилии никогда не вызывала Все, Олег, Олег, а стоит чему-нибудь И раз, как не бывало Корбут чертил график Я подошла к окну и тут сошла с ума Коготок увяз, все птички пропали Ой, хорошо, хоть сегодня не злилась про свой коготок вообще Да нет, Мария-то понять можно У нее характер железобетон Ведь если бы она в школе не проторчала Знаете, куда бы она могла рвануть? Ну ладно, будете дальше слушать? Да Ой, смотрите, этот, ну как вы этот Из Новосибирска Действительно кружку? Ой, если он какой-то парень Позвать его? Еще чего? Ну нет, Олеженька Все-таки он какой-то незаурядный Не даром ребята тянутся? Какие это? Корбут с Никитином Все время шепчутся Все-таки в нем что-то есть Какая-то эмоциональность Да, кого-то ты ненавидишь Ой, еродивая-то Петрова Замотается платок, не помешь сейчас отзеперит Или печет Ну не будь такой нетерпимый, Дашок Петровой нельзя относиться как к амебе У нее тонкая душевная ткань Кончай, Лиска, никакой у нее ткани нет Если с нее платок снять Там ведь еще один платок А подними еще Все размотаешь, а внутри ничего Даже амеба не останется Так у нее и голоса нет, куда взяться Шепчет, как припадочная Ну что же вы, не могли пять минут подождать? Чудак тебя Да мы тебя десять минут Вот именно Смотрите, грушку видали? Ну и что? Да так А что это у нее? Ой, гитара какая Просто у Петровой хроническое недержание правды А нам из-за нее Да исправит она эти колы Директор прижмет, ему вот как успеваемость нужна Что ты, Марью, что не знаешь? Как же жди Главное смешно Из-за тебя все двадяк затеяли Так мы все с колами А ты чистой вышла Да? Да А когда мы с Алиской целое воскресенье по магазинам таскались А потом полдя на кухне, как пчелки трудились Что нам говорили? А мы бы тоже могли Место с Абонтой контрольной готовиться А я что, говорю что ли что? Просто говорю, смешно Ладно, я пойду мороженую А если бы не Петрова Все бы получилось быть Вот кристальная душа весь класс заложила Ну, Дашок Она же предупреждала Что если Марья ее в упор спросит Она соврать не сможет Нет, ну действительно, бывает же, что человек так устроен Не бывает Любое стоящее дело требует от человека поступиться чем-то Иногда даже достоинством Ой, сколько денег Погоди Тише, погоди Конечно, если считаешь, что все это муран То начинать не стоит Если это действительно дедула Дедедула Значит, старайся время на фигню А времени и так нет Ух ты Блеск Так мы никогда не научимся Научитесь Я в позапрошлом августе первый раз в руки взял Но вы все-таки немного умеете И вообще, не это самое главное Хорошо играть многие умеют А вот групп настоящих На одной руке пальца хватит Потому что Надо что-то свое сказать, понимаете? А что именно свое? Да Да я и сам еще не знаю Я вот только чувствую Что-то такое А в той школе у вас получалось это свое? Да в том-то и дело, что нет Мы так радовались поначалу Что просто играть научились Что на школьных вечерах выступали Диск новый достанем, разучим и поем Даже перевод не всегда знали Еще хвалили нас Не хуже, чем у других получается А потом Так мне вдруг все это скучно стало Как-то Все понятно У вас не было своего творческого почерка Слушайте Где-то, наверное, ужасно трудно Чтобы свое Ведь чтобы люди захотели нас слушать Мы должны знать о чем-то больше, чем они Мы сами должны быть Очень интересными людьми, правильно? Не боись, послушают Мы же работать будем Репетировать Мастерская в нашем распоряжении Конспирация абсолютная Пока отец соберется, туда вперед Открыть немедленно! Процесс, понимаете, у них идет Какой процесс? А? Курили? Нет Можно верить? Честно, мы в туалете курим А что с химией смылись? Лабораторная работа, а у нас еще прошлое в тетрадях не переписано Значит, прогуливать лучше Ну, с точки зрения теории хуже Но практик показал, что лучше В журнале ставится пропуск, и то не всегда А так два балла, железно Ты мне зубы-то не заговаривай Чем вы здесь занимались? А? Видите ли? Ну? Вот Игорь Грушков читал нам лекцию о современной музыке Ох, лекторы! Вам бы еще чужие-то лекции слушать А не свои читать? А мысли ваши пока ей, богу, никому не интересны Семен Семенович, нам уже скоро по 16 лет Мы же не на верхнем уровне детскости А на нижнем уровне взрослости Пусть на нижнем, но взрослости Вот Грибоедов, в 16 лет университет кончил Пять языков знал, а вы знаете? А Пушкина старик Державина уже давно заметил И в гроб сходя благословил Да все, которые что-нибудь стоят В 16 лет уже вполне людьми были Вон Моцарт в наши годы Черт и что уже написал Его в 30 с чем-то отравили? Ишь вы каких пример ставите! Гениев! А что вам о нас известно? Может быть, вы еще будете гордиться знакомством с нами? Прошу прощения, Карл... Так точно, прошу прощения Тут товарищи в количестве четырех душ явились... Принять холодный душ! Явились присутствовать на уроке химии Так что разрешите им приступить к занятиям Сделайте одолжение А чем вызвана, позволю спросить, такая задержка? Я, по их показаниям, вот этот вот Читал им лекции по музыке Надо же, какое совпадение! А я, представьте, читал здесь лекцию О превращении хроматов в дихроматы А дихроматов обратно в хроматы Какая же досада, что наши лекции совпали По времени, уважаемые коллеги Может, вы нас ознакомите хотя бы с тезисами? Или предпочтете заняться лабораторной работой? Предпочту! Благодарю вас! Вы представить себе не можете, как порадовали меня этим выбором Тогда присаживайтесь, сделайте одолжение Еще раз прошу прочтения, Карл... Так точно! Скажите, пожалуйста, а где на вашу лекцию можно записаться? Отвали! Маэстро, в нашем колледже такое обращение с дамами не принято Таким образом, мы позадили в калошу самых первых лентяев А ваша фамилия? Профессор Корбут, подскажите, пожалуйста, товарищ у лектора, как его зовут? Почему мне по простому не спросить? А потому, милостивый государь, что после краткого визуального знакомства Вы производите впечатление человека совсем непростого Моя фамилия Грушко Из московской школы? Из Новосибирска Красный, трудовой город Что же ты и там? Жил по принципу, делу час, потехе, время? Это не потеха Охотно верю Только ведь и мы здесь Вот ведь какая история Неразвлекаемость Сядь, пожалуйста Родились стихи Спой мне, милая подружка Бедной юности моей Спой мне песню Где же грушка? Сердцу будет веселей Замечательно Замечательно Попросим поэта к доске Это уже проза Попросим поэта к доске Попросим поэта к доске На А вообще, Варса, давай На ударной перестраивайся Понимаешь, в нашей игре Жесткости не хватает Нам еще две игры Дай, Перуста Послушай, а ты батя не нагрянет? Нет У него творческий кризис Зараза, как деревянная В каком смысле кризис? А в таком Лежит на диване И ищет Чего ищет? Новую идею, говорит Ага, получилось Груша, смотри Груша, смотри Точно, дай Да я же говорю, это все придет Надо думать об исполнении А мне надо думать об истории Вчера она нестер остановилась Точно спросим А я еще Стоп Ты говорили же Все дела за дверью оставляем Здесь только музыка А я о ней и говорю Вот схвачу пару И будет мне гроб с музыкой И давно это он на диване лежит? Второй месяц Ого Хорошая у вас жизнь А мать ему ничего не говорит? Она им, например, все репи наставит А он? А он говорит У нас с ним разные индивидуальности А мой к 8.15, как штык Так у него тоже не всегда так У него, когда кризис кончается Он знаешь, как работает? У нас все день и ночь не вылезает А твой как? Идея считает или к 8.15? У меня его нет Умер? Нет С тобой не живет Это я с ним не живу И все, кончили трек Давайте поиграем Вот послушайте, есть такое предложение Эскиз? Да, что-то вроде Намек на тему Это странно все Действительно Шел по кругу день Обыденно Просто стрелок жест Невидимый Свел на время нас Двоих Как это стрелок жест? Ну, стрелки, они же на руки похожи Не замечал? А Да, да, да Ну вот А здесь со второй страфы Вот с этой Четче, четче ритм Просто сел с тобой Случайно я Просто ты чуть-чуть Печальная Просто я совсем Нечаянно Заглянул в глаза Твои Ну, здесь мне высоко Ну, мы на три голоса разложим Красиво получится Угу Послушайте припев Что же все-таки Случается Если взгляды вдруг встречаются Что навеки в нас Кончается Что придет к нам Песня мной еще Не сложена Что звучит во мне Стревожено Неуверенно Непрошено Вдруг поет А здесь Опять я повторяю Ну, второй куплет Повторяю один Просто сел с тобой Случайно я Просто ты чуть-чуть Печальная Просто я Совсем Нечаянно Заглянул в глаза Твои Ну, вот так примерно А кому это подсел? Да это не я Это песня такая Угу А кто слова написал? Один мой знакомый Какой? Из той школы Слушай А ничего песенка-то Ничего Чего-ничего? Вот так написал Вот так Ну, давайте, давайте Какого черта прохлаждайтесь? Работать надо А не трепаться А не ходите работать Так уматывайте Ты че разорался? Мы что сюда Металлолом пришли собирать? Истерика Слышь, получилось точно? Это странно все Действительно Шел по кругу день Обыденно Просто стрелок жест Невидимый Свел на время нас Двоих Двоих Просто сел с тобой Случайно я Просто ты чуть-чуть Печальная Просто я совсем Нечаянно Заглянул в глаза Двоих Что же все-таки Значит раз Вся Вся Продолжение следует... 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 Я просто зверею. А кто Слава написал? Он сказал, какой-то парень со школы. А по-моему, это он сам. Что это за глаза печальные? На кого это он смотрит? На юродивую. Да брось ты. И бросать нечего. Вы что, не видите, как он тает, когда она к нему подходит? На то и тая, чтобы таять. А знаете, между прочим, эта Петрова не такой уж и примитив. Пошли в танцы. Спускаясь как-то по лестнице, слышу, кто-то напевает Минуэт Бакирини. Оглядываюсь. Петрова? Субтитры написал DimaTorzok МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Бабочки летают, бабочки! Бабочки летают, бабочки! Бабочки летают, бабочки! Да, с такой гуру сейчас нас нужны деньги брать, а не нам платить. Ну, Шурик, ну под чё черенка-то играй? Не слышишь, что ли, вторая струна не строит? Где? А? Ну-ка, ну. Ой, сейчас опять соседка прибежит. Соседка нейтрализована. С ней была проведена беседа в самом интеллигентном Тоне. Да, а какие деньги-то? Ну, давай сыграй попробуем. Знаешь, она вчера отцу звонила. Сыграй. Какие деньги-то? А ты что думаешь, мы всю дорогу здесь будем выступать? Ой, полегче сбивочку. Так? Ага. Вот. Ну-ка, давайте вместе. Тишина! Со второй страфы. Три шестнадцать. Бабочки летают, бабочки! Бабочки летают, бабочки! Бабочки летают, бабочки! Бабочки летают, бабочки! В троллейбусе зимним, в троллейбусе старом, По снежным проспектам, по снежным бульварам, Задолго до лета, до жаркого солнца, В троллейбусе зимним, что еле плетется. Бабочки летают, бабочки! Бабочки летают, бабочки! Бабочки летают, бабочки! Бабочки летают, бабочки! Нормалёк. Потом ты выдашь своё соло. Андрей, пропищишь на высокой струне, А я рванул вот это арпеджио. Па-па-ду-пам-па-ба-да-па-пам. И тут ты, Шурик, подходишь к микрофону И говоришь, просто так, без всякого выражения, А в троллейбусе ехала ты. И Бэнс! Всё! Барзо прелестно, панове! Нет. Нет, ребят, это как-то суживает тему. Ведь если не будет этого ты, То мысли становятся, ну как бы это сказать, Всеобщей. Ведь бабочки, устал на троллейбусе, Это действительно хоре. Да нет, в том-то и дело. Надо говорить, ехала ты. Ведь если бы она не ехала, То и бабочки бы не летали, ну. Нет, пойми, если ты песня личная, Значит бабочек кроме тебя никто не видит, Если вдуматься в слова. Нет, ты не прав. Он прав, я сейчас вдумался. Ну не, мужики, надо, чтобы она ехала. Да бог с ней пускай едет. Только в конце говорить не надо. А где это нам заплатят? Где наймут, там заплатят. А вы что думали? Так и будете деньги у родителей сшибать, Да на завтрак экономить? Нам еще гитара покупать, микрофоны. С этой телегой мы не группа, А кружок умелые руки. А правда, мы же свое время тратим, не чужое. Могли бы на каток сходить. Ну, телек поглядеть. Да мало ли, а мы как приговоренные, сюда да сюда. Нет, я не приговоренный. Мы сюда ходим, я, во всяком случае, Радису удовольствия. Мне это жутко нравится, играть, репетировать. Значит, я буду получать деньги за свое удовольствие. Ну, это как-то стыдновато. Все, 140 тактов паузы. Ты сначала играть научись, дилетант. Хлопаешь по струнам, как тюлен ластами. Удовольствие, радость. Заработай своей паршивой игрой хоть копейку, А потом трепись. Ладно, я и вправду дилетант. Вам не гожусь. Я же не собирался всю жизнь на гитаре играть. Нет, правда, одно удовольствие. Ты прав, старичок. Пока. А ты что остался? Ну, давай, вали отсюда. Разбегайте себе, сыпьте. А что это мне из своего дома уходить? А, дом твой, да? Хозяин. Ну, тогда я уйду. Ну, чего ты дергаешься? Так ведь один останешься. Ну, и останусь. Чистоплюй. Зарабатывать им стыдно. Хорошо вам у папочки с мамочкой живется. А я это не собираюсь. Всю жизнь у тетки на шее сидеть. Я ей за гитару все деньги верну. А что тебе, отец, не помогает, что ли? Ежемесячно. Пятого числа. А шестого я их обратно отсылаю. Здрасте, Марья Васильевна. Так. Вот я до вас добралась. Значит, вот здесь вы проводите все свое время. Почему все? Только свободное. Я проверила по журналу ваши отметки. Они не хуже январских. Вот видите. Да, но не лучше. Это очень мало для поступления в институт. Это первое. Второе. Я должна вам со всей определенностью заявить, что я весьма отрицательно отношусь к подобного рода уличному музицированию. Я слишком хорошо знаю трагические финалы подобных милых забав. Коготок увяз всей птичке пропасть. Зачем вы обижаете нас? Потому что это проще всего, да? Очень чувствительно, Никитин. Мой тонн, это самый простой, но, может быть, не самый лучший способ выразить мое волнение, мою тревогу за вас. Марья Васильевна, а откуда вы узнали, что мы здесь? Секрет, Палишинеля. Тут же полкласса перебывала. Все сгорают от любопытства, слушают вас по двери. В Ардиеле настучал. Я его выгнал за измену. Так он за мной целый месяц таскался, что его назад взял, а теперь он еще... А то вам будет очень стыдно, Грушко, что вы с такой легкостью начинаете дурно думать о своих близких знакомых. В Ардиеле мальчик не собранный, но добрый. Нет, Марья Васильевна, я знаю, что говорю. Ну ладно. Уже поздно, мне еще предстоит 32 контрольных проверить. Ну, если вам не трудно, покажите мне, что вы делаете. Ну что, давайте, давайте сыграем папочек. Нет, то лучше пострижи, а? Да? Садитесь, Марья Васильевна, пожалуйста. Здесь вам удобнее будет. Мы вам песню споем сейчас. Мне играть. Садитесь, пожалуйста, Марья Васильевна. Спасибо, спасибо большое. Вот. Эта песня про стрижили. Про кого? Ну, птички такие. Спасибо, спасибо большое. Стоп, стоп. Давайте еще разок. Под утро, под утро, при самом рождении дня. Стрижи, пробудившись, взмывают стрелою звенят. Полусонные мы закрываем окно. Нам нужна тишина, а стрижам все равно. И бы петь, лишь бы петь утром песни. Стрижам, непоседам земные законы страшны. Их ноги так слабы, ведь в небе они не нужны И уж если стрижей ветер на землю снёт Им откошит погибель и смерть оскальнёт И тревожно стрижей перед кличка Но крыльев сильнее, стрижимых над городом нет И рубят те крылья, мрак ночи под самый рассвет И чердачные кошки сужают жрачки Дети жмурясь кладут на глаза кулачки Это солнце стрижи разбудили Нет, в этом я решительно ничего не буду Я все не понимаю. Я все не понимаю. Главное, зачем ему это надо? Для сенсации! Чтоб Грушко перешибить, неужели не понятно? Нет, девочки, все это не так просто. А что это вы все с Грушко сидите? Дружите, что ли? Да нет, что ты. Ну, то есть он, конечно, хороший мальчик. У него такое содержательное лицо. Не в растении. Гитарист из подворотни. Ну, почему? Он не в растении. Просто он, ну, возбужденный. Но это от талантливости. Талант это как раз покой сосредоточен. Есть ты, есть цель. Чего мельтешиться? Служение мус не терпит суеты. О, какая встреча! С праздничком поздравляем. Гуляете? Да, как и вы. А пойдемте с нами. Ну, что вы, что вы. У вас такой серьезный разговор. Пойдемте, девочки. Какие вы правы без так? Неужели вы не видите, что мы здесь мешаем? Тебе что, стыдно идти со мной, да? Да ну что ты? Пошли лимонадику уйти. Ну, чего ты? Пошли, пошли. Играет музыка Играет музыка Да так, знакома Пойдем Да, неприятно Обнаруживать все такие качества Ты о чем? Я сейчас повелся, как жалкий трус Это незнакомый Это мой отец Ты что, стесняешься своего отца? А чем гордиться-то? Ну, не знаю А он мне понравился Правда? Сразу видно, что хороший человек Ну, хороший человек не профессия А кто? Да никто Ну, в смысле, простой инженер Кто-то живет-то? А что здесь делаешь? Тебя жду Чего ж ты не слышишь? Ходи Да входи Мистика какая-то Только что о тебе думала А Мария, ты здесь? Да сейчас придет Она в булочную зашла Будешь убеждать искусство? А ты откуда знаешь? А я здесь В качестве музыкального эксперта Меня Мария Васильевна Специально пригласила Ты что, в этом что-нибудь понимаешь? Я вообще-то занималась До седьмого класса В музыкальной школе Ну? Ты тогда помогай, а? Старуха в этом деле не сечет Мы один раз уже пели И мимо Я постараюсь Ну, если мне действительно понравится Ну, если не понравится, то молчи Поняла? Это что, выставка История образования в России? Это все ее ученики Чего ты так торжественно говоришь? Знаешь Когда я на них смотрю У меня дыхание перехватывает А сколько их здесь всего? Около тысячи Тридцать два выпуска Представляешь? Тридцать два? Целый батальон Девятовский батальон А сколько же ей лет? Двадцать седьмого числа Пятьдесят пять будет Это в месяце? Угу Ух ты! Игорь, не обессудь, что я не встретила вас Но отвысил, что в доме нет сахара Давайте я вам помогу, Марья Васильевна Спасибо, дачка Поставьте, пожалуйста, там чайничек Ага Сейчас будем чай пить Так, принесли Ой, Игорь Если бы вы знали, как все это тревожит меня Да почему тревожит, Марья Васильевна? Вот послушайте Что из тревожного? Когда роняет капли первый дождь И гром из тучи катится на крышу Бьет город мой предпраздничная дрожь И я ее душой и кожей слышу Дожди в начале лета, как стихи Нас возвышают до своих истоков И кажется, раз улицы тихи Все в наших душах мирно и высоко И дрогнет гладь оконного стекла Острее станут запахи бульваров И заглядятся здания в зеркала Глубоких, словно реки, тротуаров В смешении воды и высоты Идешь спокойно, медленно, не кроясь И кажется, раз улицы чисты Чисты у всех у нас душа и совесть То каплями, то струями бьет дождь То точкой, то тире стучится в раму И кажется, что все, чего ты ждешь А встречи посылает в телеграмму Ну что вы скажете, Тая? Ведь вам это должно быть ближе По-моему, это просто удивительно Вот послушайте, что я хотела сказать, Грушко Я подчеркиваю, хотела, потому что сейчас после этой песни Я... Видите, я стараюсь воспитывать своих учеников Сильными людьми Чтобы они не спасали перед теми трудностями Которые неизбежно встретятся в жизни Потому что жизнь — это борьба А вот в этом вашем одержимом музицировании Я вижу попытку уйти в какой-то искусственный мир Мир музыкальных грез, что ли? Можно сказать? Почему вы, ну вообще все взрослые Почему вы как-то упугаете нас жизнью? Чуть что жизнь покажет, жизнь проучит Ведь если всю дорогу только худшего ожидать То так и будешь ходить с насупленными бровями А я вот уверен, что все у нас будет прекрасно Всегда А когда человеку хорошо, он песни поет, стихи сочиняет Разве не так? Может быть, может быть, так и надо Зачем вам опыт, когда у вас такой запас оптимизма? Марья Васильевна, ради бога, что у вас тут происходит? Это... Я подумала, или вы поменяли квартиру, или я сошла с ума Я беру уроки игры на гитаре Я вас умоляю А что такое, Фирс Ломан? Он прекрасный концертный номер Я буду играть на гитаре, вы будете петь Ты моя мелодия Пойдем, перепетируем А у Марьи ничего с юмором? Что ты, она удивительная Слушай, а что у вас за история с Фартиэль? Да, он оказался предателем Сбежал С первой же репетиции К кому? К нашему злейшему врагу, Комаровскому Олег не враг Он просто, как Марья Васильевна, боится, что это неразумная трата времени Да брось ты Он боится только одного, что глаз перестанет под его дудочку плясать Не смей так говорить при мне об Олеге Он личность, я с ним дружу Ну и дружи ты с этой личностью Эх ты Марья Васильевна Вы мне можете объяснить, что это значит? Комитет комсомола завода металлорукав Просит откомандировать вокальную инструментальную группу в составе Грушко, Корбута и Никитина Для обслуживания комсомольской свадьбы А плата по соглашению Сэмонифик Наши мальчики, которых мы ведем с первого класса, топеры на свадьбах Ужас Я в их годы даже не знала, что такое кафе Ну уж Нет, правда Я впервые туда попала только на третьем курсе А тут, пожалуйста, играет на свадьбах за деньги А я тоже играю На концертина Такая маленькая, круглая гармошечка Шестигранненькая, простите Но ни в кафе, ни за деньги Мог бы и за деньги, только меня не приглашали, к сожалению Сейчас не время упражняться в остроумии, Карл Сегизмундович Я с ужасом думаю о том, что скажут родители, когда узнают Оплата по соглашению А чего ужасаться-то, а? Они что, эти деньги воруют, что ли? Ну, Семен Семенович, хороша позиция А у меня эта позиция с 13 лет, когда я первую зарплату домой принес Ну, я понимаю, когда разговор идет об оплате за работу в стройотрядах Это, так сказать, нравственный и материальный итог трудового воспитательного процесса Ну, общество и поощрение, если хотите Вы полагаете, что на гитаре играть проще, чем лопатой работать? Товарищи, товарищи, не надо устраивать дискуссии Семен Семенович, вы за вход, а не часорчи Ну, что же нам делать? Я еще не знаю, как этому отнестись Деньги, это сложная проблема, надо серьезно подумать Марья Васильевна, думать уже поздно Нам нужно принимать какие-то решительные меры То есть разогнать, запретить? Ну, я не знаю Ну, я тоже не знаю Мы здесь заткнулись совершенно новым фактором Для оценки которого в нашей практике нет критерий Ну, и что же вы предлагаете? Выжидать, сложа руки? Я предлагаю не спешить, Калерия Георгиевна Вы знаете, я однажды прочла, как Курчатов Делал пешеходные дорожки во дворе своего института Он дождался, пока сотрудники протопчут наиболее удобные для себя тропинки А потом распорядился вот эти тропинки заасфальтировать Зато потом никому не приходилось штрафовать захождение по газону Здравствуйте, Мария Васильевна Вы же беспокоили, что случилось? Не заболели ли вы? Нет, я здорова Вы хотите мне что-то сказать? Вы помните, нам тогда колы поставили Добрый день, Мария Васильевна А, молодец, здравствуйте, добрый день Да, помню А это будет иметь значение для полугодовой оценки? Несомненно, у вас вы и четверка Ну, я же тогда не смогу на Олимпиаде участвовать С четверкой, да, пожалуй Ну, Мария Васильевна, ну это же чепуха, шутка, дурацкая, конечно Но не всю же жизнь мне за нее расплачиваться Вы расплатите за нее один раз, Олег Но запомните на всю жизнь Именно потому, что расплатитесь Ну, Мария Васильевна, ну я уже запомнил Все, я больше не буду Я уже высказала тогда на уроке свое отношение к подобным милым шуткам Мне очень жаль, Олег Что вы попали в число наказанных Но даже ради вас Я не могу изменить своим принципам Замечательно Жаль, что Петрова не занимается физкультурой Ну, Петрушечка, плава поклина А что? А нет, ничего Игорь, кончай операцию, говори свартир А то правда нехорошо получается какой-то воскаменный Ведь если ему было наплевать, он наплевал бы А он не наплевал Иначе у него желание по количеству больше, чем гордость А не знаешь, какие гордые? Возьми его назад в грушу, а? Почему возьми? А вы что, пешки? Я за, я очень за Что за разговоры наводят? Ноги отрабатывайте, ноги Вот Шурка, бабушка Вардзику ударные купила Вот такие, югославские Полный комплект, мировой стандарт Что ты? Он теперь день и ночь барабанит И плачет, говорят Неплохо, Комаровский, неплохо Зря ты тогда меня не послушался Тебе этим делом стоит серьезно заняться Что делать, Владимир Владимирович? Пришлось выбирать Или плавание, или институт Не да понимаешь Хорошие плавцы и любовные стульбы нужны Ну-ка, давай еще разок Все-таки в этом есть что-то паршивое Не брали, не брали, а появились барабаны, взяли Знаете, пусть он барабаны продаст Мы его возьмем А ударные сами потом купим Идея, идея Таких на днем с огнем не достать Знаете, давайте считать Что барабан не у Вардиковой бабки А у какой-то другой бабки Мы его возьмем просто так без барабанов А потом из барабана заплатим Ты Никитин гений Хоррэ Илья, Вардик! Я извиняюсь, директора где мне можно видеть? Директор на симпозиуме Ну, замещаю его я, завуч, школы Это хуже Мне приказано при директоре Ну, раз такое дело Грушко, Корбут, Никитин Ваши ученики Грушко, Корбут, Никитин? Да Наши Наши Конечно, наши, девятый Б Очень хорошо Лейтенант Малышев Очень приятно Очень приятно Как бы это мне с ними встретиться? Вообще-то они на занятиях Ну, если что, то очень срочно Да срочно, понимаете Мне к двум часам на Петровке велено быть На Петровке Анна Ефремовна Пожалуйста, попросите из физкультурного зала Грушко, Никитина и Корбута Кто это говорит? Кто говорит? Это говорит Калерия Виктора Георгиевна Садитесь, пожалуйста У нас теперь какая техника-то Наши годы такого не было Да Давненько я в школу-то не заходил А зря, между прочим Милиции и школе дружить надо А то со стороны молодежи Большой процент правонарушений Большой Взять вот последний случай 16 лет балбесу Родную бабку ограбил Она, как говорит, со души в нем не чаяла А он дождался, когда она уехала в деревню И с дружками и залез И главное, хоть бы совесть его мочил после этого Куда там? Пришли его брать У них там веселье Сидят на гитарах, играют Калерия, Егорьевна Этих, что ли, привела? Этот, Хрушков, Никитский и Горбутов Вот это Я по этой машине-то Ой, что это надела? Они, они, точно Личность удостоверяю Ну вот, ребята Это товарищ Малышев из милиции Ну, куда же вы тогда убежали-то, а? Мы вам грамоту заготовили Хватились, а вас и след простыл Мне, товарищ подполковник, говорит Ты, говорит, обязательно найди этих музыкантов Так что, выполняю приказ Грамота От районного отделения милиции УВД Московской области Вручена вокально-инструментальному ансамблю Школы, но... О, номер-то не знали За высокохудожественное исполнение Военно-патриотических песен На праздничном вечере Начальник райотдела милиции Подполковник Урвачев Порторг майор Маслов Так что От всей души А сейчас, извините, с временем горю просто Ну да, не последний раз видимся Ребята к нам дорожку уже знают А вы, вы тоже контакт с нами держите А то большой все-таки процент О, молодцы Ну ладно Все хорошо, что хорошо кончается Итак Я только что от милиции Узнала о том, что вы наша школьная самодеятельность Не пора ли, друзья, выходить из подполья? Ну что за конспирация Можно подумать, что вам здесь запрещают заниматься музыкой Да мы сами так решили Чтобы раньше времени шум не поднимать Ведь мы же ничего не умели Да теперь можно Да, теперь уже можно Теперь вы так хорошо играете Что вам даже за это деньги платят Иногда платят Мы сами не просим, но если дают, не отказываемся И на свадьбах, в кафе играете? Ну, если пригласят А не рано ли ребята вам соприкасаться с этой стороной жизни? Нет, я не запрещаю Я просто хочу с вами посоветоваться Вот эти свадьбы Вот я за свою жизнь была на трёх свадьбах На четырёх забыл свою Так на всех них, музыканты, к концу вечера Извините, но лыка не вязали Ну и что? Нам тоже один предлагал выпить Но это же от нас зависит, согласится или нет? Ребята Милые, дорогие ребята, ну Я вас не как педагог, а как больше проживший вас человек умоляю Бегите вы от всего этого Ну вы чудные, милые ребята, но вы же не понимаете ещё Что человек слаб А искушений в жизни, ну, больше, чем достаточно Мы не слабые Ах И зачем вам деньги? Ого, зачем мы инструменты? Одна ударная установка сколько стоит? Концертные костюмы хотим сшить Усилители, микрофоны Ну хорошо, ну хорошо, вы купили всё это Ещё больше зарабатывать денег начали А эти деньги куда пойдут? Так куда же, м? Мы уже думали об этом Мы решили эти деньги переводить в Министерство здравоохранения Можно сказать? Видите ли, вот у Игоря Грушко мама год назад умерла Ей было всё 34 года Извини, Игорь Я не знала, что у тебя такая трагедия Ты с папой живёшь? Нет, он с тёткой Почему? Ну я сам так решил Он там В общем, у меня другая семья Ну хорошо, ребята Идите Олег Вот, зашёл Ты же говорила, заходи Ну я очень хорошо сделал, что зашёл Очень хорошо Ты проходи Ух ты, какой здоровый Ну-ка, иди на место Фу, как он непослушный Ну-ка, иди сюда Ну, лапа Он очень радуется, когда гости приходят А ты одна? Бабушка скоро должна прийти Слушай, а ты не Фаулин, что ли? Ага Он старый уже Ужас, не любит один дома оставаться Нужно всё время, чтобы с ним кто-нибудь был Прямо как с ребёнком Да? Пойдём Пошли Ты извини, пожалуйста Здесь такой беспорядок Мы как раз генеральную уборку затеяли Так я тебе помешал, наверное Что ты? Нет, конечно А ты есть не хочешь? Да нет, спасибо Я только что Ой, так у нас морс есть Я сейчас принесу Да подожди Баба Ксюша его удивительно готовит На, попробуй обязательно Действительно очень вкусно Ну я же говорила Ну что, будем убираться? Будем Если ты хочешь, конечно Давай я буду книги подавать А ты их пылесось А ты их пылесось? Ты чего? Да так Ничего Ух ты какая У нас не знаешь, какие ценности есть? Мы на этих полках никогда не можем толком убраться Всегда кончается тем, что всей семьёй сидим на полу и читаем Ну-ка Джерик Слушай, и сколько же лет их собирали? Это ещё баба Ксюша отец начал Прадедушка мой А баба Ксюша тебе очень понравится Я уверена Я вас сейчас познакомлю Да нет, пожалуй, я уже не успею Слушай, я совсем забыл тебе Мне бежать надо Да, ты извини, пожалуйста Ну пока Пока Ну вот и хорошо А то я как-то... Знаешь, я почему-то решил не говорить Но я сейчас подумал, что это малодушно И решил сказать Понимаешь Я вот что хотел сказать Завтра выводят отметки за полугодие А у меня там кол Помнишь, который ты нам устроила? Так вот, с этим колом Меня не возьмут на Олимпиаду по математике А для меня это очень важно Понимаешь, я в такой институт собираюсь Вот, я уже одну Олимпиаду выиграл И меня могли бы взять В сборную на международную Олимпиаду Вот Ну, в общем, надо, чтобы Мария кол исправила А что должна сделать? Пойти к Марии, попросить А почему ты её сам не попросишь? Потому Потому что мне гордость не позволяет А для тебя она всё, что хочешь, сделает А, хорошо Только когда же я успею? Завтра, 27-го Марии Васильевны, юбилей На это и расчёт Амнистия всегда бывает под праздник Ну что, разлёгся? Умедреть А вдруг она не согласится? Вот уж будет Не боись, всё будет нормально Что, Джерри? Хороший Ну ладно, я пошёл Слушай, а чё ты всегда такая замутанная ходишь? У меня же лёски С детства Ну они проходят И мне скоро физкультурой разрешат заниматься Ну ведь так-то, совсем другое дело Ну пока Природа шепчет, бери на счёт Эх, если б ты знал, как сейчас пахнет земля в лесу А? Товарищ сын, ты б хоть доброе утро мне сказал Доброе, доброе А улыбка? А ласковый взгляд? Где? Ну ладно, отдай Или вы уж экзамен по улыбкам сдали Кстати, я совсем забыл тебе сказать об этом Олег, что если тебе сегодня не ходить в школу, а? На природу махнёшь со мной? А как же занятие-то? Я подумал об этом Я напишу тебе записку, что у тебя болел зуб Ну у тебя ведь тоже работа И ты мне напишешь записку, что у меня болел зуб Ну ладно, пап, кончай А чё ты, слабо в самом деле, а? Я в том возрасте сычковал, часто, весной особенно Дух вольный во мне просыпался Солнце греет до седьмого пота И бушует, одурев овраг Как у дюжей скотницы Работа, тело у весны кипит в руках Слушай, что за антипедагогические разговоры? Солнце действует А на тебя что, солнце не действует? Ты что, не такой Комаровский, как я? Одноимённые заряды отталкиваются Как отталкиваются? Куда? А вообще-то я совсем другой Комаровский Какой? Другой Сконструирован по-другому Ну и как же ты сконструирован? С гораздо большим процентом честолюбия А что ж тебе этот процент даёт? Надежду, что проживу более яркую жизнь Чем моя? Ну и твоя в том числе Ты, надеюсь, не считаешь свою жизнь эталонной? А ты можешь дать определение эталонной жизни? Ну это уже философия Ты прекрасно знаешь, о чём я говорю О чём? Есть жизнь Менделеева На, подпиши, пожалуйста Эйнштейна А есть жизнь... А есть моя Нет, я этого не говорил Постой Чего ты застеснялся? Ну, хотел ведь сказать что-то Говори Говори Хорошо, я скажу Если ты хочешь Па Ты не обижайся, па Но мы с мамой так страдаем за тебя Страдаете? Ты смотри Каких только новостей о себе не услышишь в собственном доме Да ты подумай Кем бы ты мог стать Если б сосредоточился на одном Ведь когда мать вспоминает Какие ты надежды подавал У неё же руки трясутся Этот твой Григорьев Мать говорит, что он у тебя все курсовые сдувал А он уже доктор наук А у тебя Амурские волны И на основании этого ты считаешь Что у Григорьева жизнь Удалась А у меня, увы, я Нет, ты только не подводи меня под схему Ты прекрасно понимаешь О чём я говорю Можно ждать, как сложится жизнь А можно её самому складывать Сейчас нельзя разбрасываться Темп жизни не тот Кошмар, честное слово Ты погляди на нас со стороны Это же не ты мне должен говорить А я тебе Откуда у тебя деловитость это? Ты должен подумать, что у тебя за плечами лет тридцать-сорок А что же мне, всё в мальчиках ходить? Не в мальчиках В юношах Трезвую расчётливость твою Ведь её надо выстрадать Она приходит, когда уж шишки на лбу набьёшь А в юности как раз надо разбрасываться Надо всё хотеть Надо всего добиваться Надо вещь не двигать или изобретать Цель в жизни вещь великая Ну, цель-то это в жизни А для тебя жизнь это как Болото, через которое ты Мостки выстраиваешь к своей цели Ну, ты бежишь ты к ней первым Оглянешься А сзади что у тебя, беговая дорожка? Не скучно станет? Да нет, не скучно Ну, смотри Смотри, тебе жить Так, опоздал Придётся тебе писать записку Насчёт моих больных зубов А насчёт Судьбы моей Вы с мамой не очень страдаете Потому что Работу свою я люблю На трубе играть буду И вас, страдальцев, тоже люблю Так что, куда ни кинь Получается, что я человек счастливый Ибо для человека Всё-таки самое главное Это жить в согласии с самим собой Ну, смотри Тебя жить, тебе жить Тебя жить О, девочки А Петрова-то, Петрова-то И не узнать Петрушечка Ну, ты словно бабочка Вылупившаяся из кокона Ну, надо же Что роман-то делать человек Не роман-подружка А розыгрыш А что это? Как здорово Потография такая шикарная Правда? Нормально, да? Гениально Это вы из каждого её выпуска Взяли по одному человеку? Как идея Весь педагогический стаж На одном квадратном метре Девятовской сборной Вы даже представить себе Не можете, как это здорово А от нашего класса кто? Ты что, не узнаёшь? Да вы что, с ума сошли, что ли? Почему я? Некоторые товарищи Высказали пожелание Комсомольское бюро Нашло возможно Пойдём навстречу Преподобной Марии Помолимся Скажите, пенисты Вы что с ними поедете? Ну, сейчас в лоб дам Ребята, внимание Я махну рукой И все поздравляем А он в такой институт собирается Где это очень необходимо Марья Васильевна Ну, если у вас эти колы считанные То мне поставьте А ему исправьте Это Комаровский просилась поговорить Нет, я сама Я сама, Марья Васильевна Он гордый, он не может Ну, во-первых, это неправда Что этот гордый не говорил со мной Говорил, я ему отказала А вторая неправда Это то, что он не просил вас Мне очень горько тая Что вы, которые, как я считала Ложь органически несвойственна Дали себя запутать в неё Марья Васильевна, ну, пожалуйста Идите в класс, Петров Вы меня фундаментально разочаровали Комаровской Здравствуйте 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Марья Васильевна, мы бы с наслаждением провели с вами этот урок, но нас ждет Калерия Георгиевна на совещании по эстетическому воспитанию. Субтитры делал DimaTorzok Марья Васильевна, комсомольское бюро в связи с вашим юбилеем ознакомилась с вашим личным делом. И мы выяснили, что в вашей трудовой книжке всего одна запись. И это прекрасно. Правда, она несколько раз меняла номер, но все равно. Это одна и та же школа. И это прекрасно. И вне записано мы почитали 42 благодарности. И это прекрасно. Марья Васильевна, мы поздравляем вас с вашим 55-летним... Зимним! С 55-летним юбилеем. И желаем вам больших успехов в труде и вашей личной жизни. А сейчас ребята подарят вам песню. Можно мне сказать? Да, Олег, конечно, я жду. Я хочу извиниться перед вами. Извиниться за класс, который устроил этот юбилей. Они, конечно, не понимают, что в такие дни у вас совсем не праздничное настроение. Потому что сейчас вы понимаете, что жизнь прошла. Олег! Ваши ученики давно стали академиками, профессорами. Живут настоящей интересной жизнью. А вы, Марья Васильевна, 30 лет и 3 года просидели на одном стуле. И за дня в день повторяя одно и то же. И вот мне настолько не изменились. И, конечно, вам уже не понять нас, молодых. А вы помолчите! Устроили показуху. А скажи вам, что Марья заболела и алгебру отменили, так вот будет настоящая радость. Ребята, да это ж просто шутка. Ну это розыгрыш. Олег, ну скажи, ну пожалуйста. А ты вообще сядь! Еродивая! Да, пройти. Марья Васильевна, вы не обижайтесь на Олега. С ним что-то случилось, он, наверное, заболел. Вы напрасно меня утешаетесь, Оливар. Я даже рада за Олега. Каким бы странным это ни показалось. Слава Богу, что он еще может совершать вот эти бессмысленные поступки. Страшнее было бы, если он затаился и промолчал. Не знаю, но, по-моему, это доказывает, что я неплохой педагог. Еще способна понимать вас, молодых? Это неправда, что я не меняюсь. С каждым новым классом я становлюсь другой. С вами вместе я расту, с вами вместе я молодею. Потому что вы моя жизнь. Разве не так? Ну, повеселить хватит, будем работать. Достаньте учебники, тетради. Постойте, вы же мне хотели подарить песню. Дарите. Без грушков поем. Когда уйдем со школьного двора Под звуки нестареющего вальса Учитель нас проводит до угла И вновь назад, и вновь ему с утра Встречай, учи и снова расставайся Когда уйдем со школьного двора Для нас всегда открыта в школе дверь Прощаться с ней не надо торопиться Ну, как забыть звончей звонка копей И девочку, который нес портфель Пускай потом ничто не повторится Для нас всегда открыта в школе дверь Пройдимом тихим школьным этажам Здесь прожито и понято немало Был голос робок, мел, в руке дрожал Но ты домой с победою бежал И если вдруг удача запропала Пройди по тихим школьным этажам Спасибо, что конца урон нет Хотя и ждешь с надеждой перемены Но жизнь, она особенный предмет Задаст вопросы новые в ответ Но ты найди решение непременно Спасибо, что конца урока мне 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 Спасибо, что конца урока мне